Один из наших разведчиков пролил свет, обнаружив огромный исследовательский комплекс в Австралии. Похоже, что именно здесь Гюри занимается своим клонированием. Разведка разузнала его планы, он собирается похитить ключевых лидеров, союзников и заменить их клонами. Командующий, несколько наших лучших оперативников поплатились своими жизнями и добывают информацию. Пусть эти жертвы будут не напрасными. Захватить эту лабораторию. Всем привет, с вами Алексей Крайзилайф и мы, как и всегда, на позитиве и креативе продолжаем проходить АРА-2 «Реванш Юрия». Принята передача. Центр клонирования Юрия находится в Сиднее, в Австралии. Мы начнем атаку около здания оперы. Лаборатория Юрия находится здесь. Также разведка сообщает, что у него здесь есть флот под лодок. На субмаринах Юрия Бумерах установлены баллистические ракеты, которые обладают большой дальностью. При обнаружении Бумеров немедленно отправляйте на их уничтожение дельфинов и эсминцев. На нашу базу совершено нападение. Умри, неудачник. Получено управление боем. Ну что, ребят, поехали. Давайте запилим сразу завод для того, чтобы строить хорвестеры. Вообще, в принципе, миссия заключается у нас в обороне. В первую очередь, в обороне, соответственно, с земли и в обороне, соответственно, еще и с морем. Поэтому нужно развиваться как можно скорее. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, тем больше шансов на выживание. Так, значит, это у нас ПВОшная, да, хиробора? Окай. Ставим точку сбора суда, выводим их суда. То есть, получается, сейчас Юрий будет нас постоянно атаковать с моря, постоянно будет атаковать с земли, и нужно пытаться этому противодействовать. Ах, чертяга, что творить, да? Запилим, ребят, с вами завод, который нам не дают построить из-за танков. Так, нужно как можно быстрее заказать Харвестеров. Закажем, значит, еще радар для того, чтобы строить плазменную вышку. Пока что защитные сооружения у нас справляются, но все равно противник не сдается. Так, ребят, сейчас я строю инженера для того, чтобы починить это здание. Закажем еще больше пехоты. Строительство завершено. Нужно как можно скорее в это здание усадить наших пехотинцев. Ну, чертяга, что творит, электростанцию задамажил. Мы обнаружили флот из вражеских подлодок, движущихся к вашим позициям. Это должно быть Бумер Юри. Мы полагаем, что эти глубоководные подлодки, а также тяжелые ракеты, способны атаковать надземные цели. Я знаю, что могут атаковать. Мало энергии. В структуре есть войска. Новые опции строительства. У нас вроде кораблей достаточно, так что я думаю, мы справимся с ним. Самое главное здесь отбиться. Атаки Юрия просто не прекращаются. Давайте, ребят, запилим поскорее плазменные вышки. Пытается проплыть своими Бумерами для меня, но пока что ничего не получается. Хотя, ничего себе, уже три штуки их. Воу-воу-воу, парень, полегче. Нужно как можно скорее его уничтожить. Значит, здесь уже танки ездят спокойно. А нихрена их так-то, три штуки сразу. Приехала. Давайте запилим сюда вышку. Как раз прикроем Харвестеры, закажем еще сразу следующую вышку. Она, конечно, одна, вышка будет очень долго возиться с этим танком, но ничего страшного. Потихоньку, помаленьку. Воу-воу. Сразу закажем инженера и закажем побольше пехоты. Соответственно, так, стоп. Забираем и отправляем сюда. Сейчас это здание починим, посадим туда побольше пехоты. Сейчас наша задача, повторюсь, просто отбиться. Просто квест номер один. Пока у нас все успешно получается, значит, здесь построилось отлично. Где-нибудь здесь поставим ее. Сразу закажем еще одну электростанцию. Так, 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 так. Инженер, отправляйся на починку. Подлодки Юрия пытаются захерачить мою верфь, и у него скоро это получится, поэтому надо срочно ее вычинивать. А ни хрена так-то их немало. Еще закажем одну электростанцию. Воу-воу, парень, парень, успокойся. У меня есть ПВОшки, но их очень мало. Часть ракет сбиваются, конечно, но часть все равно долетает. Так, ребят, забираем пехоту. Отправляем в это здание. Нужно срочно вычинивать все наши здания, которые продамажили. Ремонтируется. Ремонтируется. Давайте, давайте, долбите их. На нашу базу совершено нападение. Неплохо, неплохо он дамажит. Юрий потерян. На нашу базу совершено нападение. У него осталась еще одна подлодка. В структуре... У нее просто нету шансов, потому что у нас много кораблей, у нас еще есть дельфины. Так, отлично, давайте еще вот это здание починим. И давайте... Что у нас по хорвестерам? Три штуки есть, четыре есть. Давайте, наверное, еще закажем немножко. Еще хотя бы две штучки. Мы почти, ребят, с вами отбились. Умри, короняков. Наши корейские союзники благодарны нам за освобождение Титвого океана от флота Бумерфьюрия. Они выделили эскадру черных орлов нам в помощь. Ну что ж, как сказал комендант, нам выделили черных орлов. Теперь мы их можем строить. Я не знаю, вообще буду я использовать их или нет. Давайте для начала построим научное здание. А здесь, значит, закажем вышки? Строит. Так, что у нас по пехоте? Ага. Здесь у нас, получается, танки-танки. Ну, в общем, так или иначе, нужно научное здание построить для того, чтобы открыть карту, для того, чтобы заказать плазменные танки. Командующий, Юрий начал размещать свои войска в зданиях Сиднея. Ничего страшного. Усильте позиции, прежде чем Юрий захватит Титв. Нам говорят, что, мол, разместите свои войска в зданиях города. Но как-нибудь справимся и без этого. На нашу плазму совершено нападение. Строительство завершено. Новые опции строительства. Сейчас потихонечку будем подстраивать плазменные вышки. Нет, давайте сперва карту все откроем. Самое главное, чтобы пока я строю это здание, которое открывает всю карту, чтобы меня здесь не продамажили сильно. Потому что, в принципе, я сейчас могу вышки строить, но этого не делаю. Здесь у нас пехота есть. В это здание я не вижу смысла усадить. Хотя, с другой стороны, если он будет высаживаться... Хм... Ну, давайте закажем немножко пехотинцев. Реально, может высаживаться туда, чтобы с тыла не зашел. Открываем всю карту. Закажем вышку и давайте посмотрим. Значит, здесь такой большой город, в здание которых усаживает Юрий войска, как нам уже сказали. Здесь такая небольшая база. Хорошо. Здесь уже большая база и центр клонирования. В принципе, ребят, мы можем атаковать с воды. Но знаете, почему я не хочу этого делать? Потому что я боюсь, что самолеты с авианосов просто до суда не долетят. Чисто из расстояния. Поэтому как-то хочется атаковать именно плазменными танками. Проверенным старым добрым оружием. Так, значит, давайте починим здание. Так, так, так. Тут не надо, тут не надо. А снайперов я могу заказывать? Снайперов, к сожалению, нет. Ну что ж, хорошо. Хорошо, да ничего хорошего. В принципе, я хотел построить снайперов для того, чтобы снимать Юриев, которые идут на мою базу. Для того, чтобы убивать снайперов противника. Но сделать мне этого не дают. Ну что ж, закажем тогда плазменные танки. Самолеты, я думаю, что нет смысла строить. Хотя можно попробовать немножко построить вообще, в принципе, посмотреть, насколько они эффективны. Но я, если честно, в их эффективности очень сильно сомневаюсь. У меня хорвестеры уже ездят на большое расстояние для того, чтобы добывать минералы. Самое главное, чтобы их по дороге не продамажили. Денег у нас с вами не так много, поэтому, если мы потеряем хорвестера, будет очень печально. Будет очень-очень плохо. То, что он разместил кучу войск, соответственно, в зданиях города, ничего страшного. Плазменные танки все вынесут. И его это вообще никак не спасет. Да, в принципе, можно построить, допустим, там, я не знаю, два авианосца, проатаковать вот эту базу. Ну а какой смысл? Мы потратим кучу денег для того, чтобы это все проатаковать. А дальше... Ничего сделать не сможем. Немножко Юрьев идет на мою базу. И успешно умирают. Давайте, наверное, танки чуть дальше отгоним, для того, чтобы Юрий, ну никак уж, не смог их замутить. Ребят, давайте добывайте вот эти минералы, они хорошие. Сейчас самое главное построить небольшую такую хотя бы массу плазменных танков для того, чтобы выйти в атаку. Как только мы начнем его атаковать, то, соответственно, его атаки уже прекратятся. Ну или, по крайней мере, станут намного меньше. Потому что я думаю, что у него попросту не хватит ресурсов. Постоянно меня тачить. Юнит готов. Да, много-много он юнитов засадил в эти здания. Но тем же лучше для нас. Чем больше пехоты плазменные танки убьют, тем быстрее они повысят себя ранг. Да ведь? Мне, кстати, в комментариях в прошлом видео писали, что можно было доминатор и не уничтожать, а захватить его. В принципе, это личная идея, но я думаю, что Юрий бы этого просто не пережил. Он был бы просто в шоке, если б я, Юрасика, атаковал его же оружием. Поэтому я решил немножко над ним жалиться. И вообще, в принципе, это сделала Таня, а я ни при чем. Ха-ха-ха-ха. Меня там не было, ребят, меня не было. Эта Таня там сама пошла все разрушать. Ох, нихрена, ребятушки, надо ТПшить наши Харвестеры, потому что они неплохо дымажат. Но вроде пока не атакуют. Они тоже начали. Хорош, хорош, уводим. Короче, ребят, надо что-то с этим делать, потому что они сейчас мне все Харвестеры поперебьют. Давайте их заберем и отправим сюда. Да, хорош, 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 ни хрена себе ты дымажишь. Перепортируем. Все, давайте немножко здесь переждем. Я понимаю, что мы сейчас ресурсы не добываем, но что поделаешь? Он мне сейчас все Харвестеры так перебьет. Куда вы едете? А, здесь только один пехотинец, ну ладно. В принципе, не страшно. Ну что ж, ребят, давайте, может быть, немножко танками выдвинемся. Как раз будем прикрывать наши Харвестеры. Немножко прикроем, а он смело так идет на мою базу. Ну давай, давай. Хе-хе, неудачник. Просто на изи его разобрали. Все, ребят, отправляем сюда Харвестеры. У нас есть уже плазменные танки, и сейчас можем прикрыть, соответственно, от атак противника наши Харвестеры. Пока что плазменных танков недостаточно, потому что если против меня сейчас выйдет, я не знаю, там, 3-4 танка противника, то он, в принципе, может часть танков мне убить. Поэтому я еще, так скажем, не очень спокоен. Вот когда я построю, не знаю, танков 15, я буду абсолютно спокоен, буду ездить тут, как у себя дома. Аккуратно проезжаем. Сейчас будем выбивать его постоянно из зданий, для того, чтобы он не мешал нам продвигаться до своей базы. Ну и, соответственно, еще зарабатывать на пехоте звездочки. Самое главное не прощелкать и не допустить того, чтобы ко мне пришла куча юриев к этим танкам. Но я думаю, что если я сильно втыкать не буду, то этого не случится. Они очень хорошо справляются с юриями. Как я уже говорил ранее, у них радиус атаки намного больше, чем у юрия. Поэтому, я думаю, проблем не будет. На изи разбирают все здания. Продвигаемся вперед. Так, давайте сюда теперь. У него просто без шансов. Пытается дойти до моей базы, но ничего не получается. Конечно, столько танков у нас. Вот так аккуратно продвигаемся, продвигаемся. Во! Сейчас мы, кстати, эту базу небольшую вынесем у него. Которая находится рядом с водоемом. Я даже не знаю, что это такое. Река, озеро, море. А это, в принципе, и не важно. В любом случае, мы вынесем. Вне зависимости от того, что это за водоем такой. Опа-опа, машинка-машинка. Успел мне все-таки танк вынести. Ничего страшного, ребят. Один танк, ничего страшного. Пытается. Нихера себе танками уже наломиться. Вот о чем я говорил. Что немножко боюсь его атаковать, потому что танки могут спокойно меня разобрать. Потому что плазменных танков у меня не так много, чтобы я мог спокойно в лоб сражаться. Но танки строятся, их становится все больше и больше. Он уже до меня, в принципе, не доезжает. На нашу базу совершено нападение. Юнит потерян. Уничтожим эту базу. У него есть еще вторая, которая снизу. Это, скажем так, такая небольшая база. Так, ребята, что вы так медленно-то едете? Просто их по дороге могут уничтожить. Я немножко за это переживаю. Повышен. Как же все-таки мне нравится ездить плазменными танками. С большого расстояния убиваешь все и вся. Абсолютно безнаказанно. Юрасик пытался дойти до плазменных танков. И что-то немножко пригорюнился, короче. Поплохело ему и очень резко. Так, ребят, эту базу мы вынесли. А у него энергии, кстати, нету. Башня-мутилка не крутится. Ну, окай. Хе, неудачник. А что он хотел? Так спокойно меня атаковать и потом остаться безнаказанным? Нет, так не получится. Мы этого не допустим. Кстати, шутки шутками. А вот здесь у него харвойстеры ездят. Вот их нужно опасаться, потому что они очень бронированные. И чтобы их задолбить с плазменного танка, ну, это надо очень постараться. Я думаю, что этот харвойстер скорее меня задолбит. Ну, давайте попробуем. Стой, стой, стой на месте. Хе, не двигайся. Кстати, как я и говорил, давайте построим немножко самолетов, попробуем чисто их в атаке. Я не думаю, что они очень хорошие. Точнее, я думаю, что они вообще не хорошие. Так, аккуратно продвигаемся. Давайте запаузим, пусть строятся чисто самолеты. Но кто на меня нападает? Казалось бы, уже так сильно его продамажили, а он все равно пытается наломиться на мою базу. Ремонтируется. Юнит готов. Ах ты, чертяга, что творишь-то, а? Юнит повышен. Ну да ладно, это уже не важно. Юнит повышен. Добывающий комбайн... Пытается восстановить энергию, как и в прошлой миссии, в принципе. Так, что у нас вообще здесь происходит? Вроде пока спокойно. Юнит готов. Единственное, осталось не так много Харвостеров, он их пытается задамажить. Я вообще не знаю, дождусь я, когда построятся у нас четыре самолета или нет. Потому что ресурсов не так много, и, соответственно, я тут танками уже быстрее, по-моему, с ним разберусь, чем нежели у нас эти самолеты построятся. Хотя, что я переживаю, что я тороплюсь. Можем спокойно стоять, набивать звездочки на танках. Абсолютно беспалево. Давайте вообще отменим. Прервано. На нашу базу совершено нападение. Так, так, так. Харвостеры добывают. Атакуем это здание. Чтобы больше он уже никого не планировал. Вот, звездочки, отлично. Ну что, самолеты у нас построились, давайте попробуем их в деле. Самолеты, самолеты, вот они. Ну, я не знаю, давайте отправим на какое-нибудь здание. Вообще, в принципе, посмотрим, как он сильно продамажит. Точнее, как они сильно продамажат его. Вот здесь очень много пехоты. Отправил четыре самолета, вот сейчас посмотрим. Их боевую эффективность. Но я не думаю, что она очень хорошая. Нет, в принципе, неплохо. Ну, как сказать. Короче, если построить, я не знаю, самолетов 12, может, и что-то можно нарулить. Они, кстати, более баронированные, чем обычные самолеты. То есть они получают намного меньше урона. Вот, ну не знаю. В принципе, как вариант, может быть, где-то они пригодятся. Ага, то есть нам нужно уничтожить все войска Юрия. Но это не проблема. С учетом того, что у нас очень много танков, они получают звездочки. Сейчас, ребят, надо сосредоточиться, зафокусить его главное здание, чтобы он его электростанции не восстанавливал. Во! Хотя я не знаю, что он так яростно пытается построить электростанцию. Энергия у него вроде есть. Потому что башни-бутилки крутятся. Не успел выехать. Ангар тока открылся и тут же закрылся. Ну давай уже, продавай все свои здания и в атаку на мои танки. Хотя что это я так радуюсь-то. У него очень много Харвейстеров, которые очень хорошо дымажат эти танки. Да, похоже, он все продал уже. Ну давай, в атаку. За Спарту. Нет, смотрите, в зданиях пехота еще держит. Вот еще электростанция. Давай-давай-давай, в атаку. Все-все, ребят, он пошел в атаку. Ну что, остается только сидеть и ждать, и смотреть над этим представлением, как мои плазменные танки на изи разносят его пехоту. Хе-хе, послал просто их на убой. Так, а вторично. Может, знаете, даже, ребят, попробовать перехватить его Харвейстеры, потому что они куда едут вообще в принципе-то. Куда они едут? На базу ко мне едут. Я не хочу посылать плазменные танки только лишь потому, что я думаю, что их по дороге кто-нибудь расстреляет. Хотя здесь уже никого не осталось. Погнали. Отправим их на базу. Нихрена себе, он атакует со всех сторон. Моевышки только успевают справляться. Можно, в принципе, плазменные танки забрать. Добывающий комбайн... Наша задача уже просто его добить. Добывающий комбайн под атакой. Давай-давай, иди на базу. Юнит потерян. Так, самолеты что? Заправились? Во! В атаку. Он уже просто на пролом едет. Добывающий комбайн под атакой. Последний. А вторичная. Победа? Нет победы. А кто остался? Ах ты, чертяга! Ах ты, чертяга! Пытаются меня Харвестера убить. Вот как можно не победить из-за каких-то двух пехотинцев? Но что они мне могут сделать? Добывающий комбайн под атакой. Все еще не победа. А кто остался? Аааа, ребята! Сейчас я вами займусь. Харвестер в обиду я не дам. Но, к сожалению, я его все-таки потерял. Победа, ребят! Ну что ж, поздравляю! Очередная миссия успешно нами пройдена. Не забывайте, что ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока! Пока!